Акварель с нуля Сегодняшнее первое такое занятие, пятиминутка, я ее так называю, посвящаю вообще материалам, технике И по большей степени это будут, конечно, какие краски тоже для первого занятия, то есть что желательно нам использовать, что можем мы использовать Понимаете, для начала расскажу, что, покажу и расскажу, да, есть замечательные дедовские такие краски Когда вы открываете их, то мы можем использовать эту обратную сторону как палитра Здесь достаточно хороший пластик и можно это использовать как палитру для разведения красочки Сразу также предлагаю вашему вниманию Петербург, Ленинградские краски, да, тоже когда открываете с этой стороны Можно использовать палитру, тоже пластик неплохой Со временем он немножко темнее, ну поэтому стараться надо стараться, как бы чаще мыть палитру, да Вот, и какие-то даже дополнительные цвета, вот такие вот проемчики очень здорово могут помещаться Кстати, если что, имейте ввиду Вот, ну и есть дорогие, то есть кто готов потратить уже достаточно приличную сумму, да То предлагаю краски Бангог Вот, когда вы открываете, тоже с этой стороны есть прекрасная возможность использовать палитру И также помещаются сюда не только краски, но и кисточки, да То есть целая кисточка может поместиться вот такая вот, да Да и даже не одна Кстати, в продаже они еще плюс ко всему имеют вот такую вот губочку Вот такую губочку классную, да, то есть которая может позволить себе впитывать от кисточки лишнюю краску, воду Можно так промокать и получается очень удобный момент такой вариант Вот Что еще? Что еще, господа, значит, я уже сразу открываю это и это, все, дело Чтобы начать, собственно говоря, наше первое такое ознакомление, да Первое наше занятие Смотрите, значит, дальше поехали, да Использовать для, как бы, начального уровня я предлагаю простой обычный любой скетчбук для, ну, желательно от 180 грамм, да Для, как бы, акварели То есть это может быть даже из-за очень экономных вариантов какие-то вещи Просто потому, что это ваша первая проба, да Поэтому важно, вам необходимо ознакомиться, да, сделать какие-то вещи Поэтому это очень важно Вот Смотрите, что еще предлагают Значит, кто приобретает какую-то более дорогую бумагу, да Там, допустим, фубриана или там ханюмели, да Петушок ее еще так называют То от нее часто бывают у нас обрезки, да И вот эти обрезки я тоже использую, да То есть это уже, мы видим, достаточно такая очень упругая такая часть у нее, да То есть она, как картон, можно сказать, да Может иметь такую площадочку тонкую И на ней, конечно, можно делать какие-то такие маленькие потеркушечки, маленькие обрезочки Для нанесения каких-то цветов, которые вы хотите запомнить, да Дорогие друзья, ну вот первое, что я сказал, да Значит, повторяю Ленинградские, дедовские краски Кстати, дедовские бывают очень много разных также цветов дополнительных Вот Отсетков их достаточно много То есть есть целая гамма холодных, есть целая гамма теплых Вот Значит, Ван Гог, чтобы вы также понимали Есть аналогия, это Рембрандт То есть это одна такая тема, да Поэтому кто будет смотреть Рембрандта Название, да Красок Они как бы рядышком стоят Также все по отдельности Как и зарубежные краски Импортные, да Так и наши советские Простите, и русские Ну и советские Советские, можно сказать, что Потому что, ну, ленинградские они идут с советских времен Поэтому Вполне-вполне Правильное название Значит, смотрите, также они отдельно продаются В кюветочках, да То есть можно отдельно взять Купить неаполитанскую какую-то дополнительную теплую Да, какую-то холодную Как видите, здесь тоже у меня вот помещаются Такие дополнительные цвета Да, еще здесь В вангоговских красках идет дополнительно флакончик Очень интересно такой черной краски Это целый тюбик Акварельный И целый тюбик Белой краски тоже акварельный Но с белой краской давайте мы не будем сегодня Потому что это отдельная совершенно тема Вот Сразу скажу, что если белило находится в акварели Это считается лучше гуашевой живописью Не акварельной Это можно сказать, что это уже больше гуашево-акварельная живопись Да Значит, смотрите, дальше Для кистей Переходим к кистям Я стараюсь использовать вот такой чехольчик Кстати, очень удобный, мягкий У меня также есть такой деревянный Но с деревянным проблема оказывается в том, что он тяжелый И по весу иногда в перемещениях Когда вы куда-то едете, он не удобен Значит, какие у нас необходимые кисточки должны быть Это первое Что хочу сказать Это колонок Обязательно колонок Циферка 4 Циферка 4 Я так поближе сейчас постараюсь показать Вот Циферка 4 колонок Фирмы Painter Дальше Колонок уже такой большой Достаточно циферка 8-9, да Вот Совсем большой колонок Совсем большой колонок Здесь цифра 15-20 идет И, конечно же, белочка Белочка нам тоже очень необходима Для закрытия фонов Для цветов Вот Тоже необходимая такая вещь Ну, дополнительные могут быть Хорошие Только хорошего качества Синтетика Вот Что еще И какие-то еще, может быть, кусочки Ну, какие-то Кисточки, которые могут быть тоже белочкой Одно у другого, допустим, там, да Семерочка или шестерочка Если у вас есть, допустим, девяточка То должна быть еще какая-то небольшая Белочка тоже Для маленьких там деталей Она очень хорошо может подходить Ну, и, конечно, не хочу не пройти мимо Прекрасной такой кисточки Кстати, сразу прокламирую Виста Артиста Синтетика, знаете, очень неплохая Вот недавно ее Использовали и проверили, что очень хорошее качество Вот Нанесение там каких-то Тонкостей замечательно Значит, смотрите Ну, давайте начнем сейчас с того Как мы берем краску вообще То есть мы заходим в баночку с водой Обязательно, обильно Прямо можно постучать по донышку То есть так, чтобы Как бы От донышка От донышка стукнулась кисточка И окрающих лишнюю воду немножечко Пару раз кинуть Вот Этого будет достаточно И дальше вы просто наносите На каждую красочку Капельку Чтобы Ваша краска Она Чуть Стала ярче Да, то есть Чтобы она стала сырее Вот Потому что красочки сухие, да Это не масляная живопись Не гуашь У них совсем другие свойства Поэтому, вот смотрите Я сейчас добавляю капельки И цвет будет становиться ярче Вот Это у нас Я добавляю вангог Сразу скажу Вангог Он немножечко понежнее Даже, знаете По ощущению, да По своим Он понатуральней будет Такая краска Она получается Очень интересная Дедовская Я бы сказал вам Она пастельная Больше, да То есть Какие-то краски Есть очень нежные Какие-то яркие Ну и универсальные Это, конечно Ленинградские, да Тоже краски Достаточно Яркие есть И есть Пигменты такие Натуральные Но они отличаются То есть Здесь больше пастельности Мне кажется Больше какой-то Я бы даже сказал Белильности такой, да А здесь Вот Такое, знаете 50 на 50 Идет Ну что же Смотрите дальше Начнем с того Мы берем сейчас Стандартную кисточку Да, то есть Это Цифру Можно взять 7, 8 Вот так будет достаточно Вот И возьмем сейчас С вами Например Карминовую Такую красную Вот Или взять Просто красный Или Краплак красный То есть Если у вас Нет красного Да То возьмите Красный Похожий Больше на оранжевый цвет То есть Краплак красный Давайте так вот Возьмем Взял красочку И нанес Такой первый Мазочек Мазочек я всегда Стараюсь класть Слева направо То есть Это Такой важный закон Да Кладем мазочек Слева направо И для начала Можно сделать Такую Знаете Как шкалу От теплых Холодных цветов Да Вот Для того Чтобы вам Запомнить цвета И знать Что какой Цвет С кем Смешивать Дальше Я мою кисточку Обязательно Да Потому что Я хочу взять Другой цвет Беру Следующий цвет Лимонный Рядышком Тоже его провожу Делаю Да Если вы видите Что он немножко Грязноват Значит у вас Грязная красочка То есть Надо ее лучше Промыть Взять погуще И следующий цвет И следующий цвет Будет поярче Видите как Насколько Отличие Большого Большое Да У меня был цвет Немножко заляпан Потому что Некоторые Знаете Беру цвет И сразу Думаю Это такой цвет То есть Так получилось Нет Бывают краски Загрязняются Надо их Немножко промыть Иногда Чтобы взять Чистый цвет Вот Но в живописи Как правило Мы все Смешиваем С друг с другом Поэтому Не всегда Их моем Дальше Моем красочку И берем Уже Темно Темно Желтый Красочку Можно помыть Если она будет Не очень чистой И следующий цвет Уже Такой яркий Да Ярко-желтый Видите Он ярче Чем лимонный То есть Но на тон темнее Мою красочку Кисточку мою Да И дальше Я беру Как раз Темно-желтый цвет Сейчас вы его увидите Я могу так Рядышком его показать Видите Насколько он темнее Чем этот У нас получается Такая шкала Уже образуется Теплых цветов К холодным Ну и так же Мы спускаемся дальше То есть Так же дальше идет Цвет Холодный Холодные цвета идут Ну Я могу взять Например Попробовать вам Сейчас показать Из дедовских красок То есть Вы немножко Можете увидеть Тоже Возможно Но Знаете Увидеть это Наверное Будет сложно Сразу скажу А вот Когда вы нарисуете Каждым этим цветом Да Или попробуете Вы почувствуете Разницу Ну и холодные цвета Например Ультрамарин Да Он немножко Такой Может быть Бледный Поярче Созьму Ультрамарин Да Благородный Синий цвет Можно так сказать Убираем сразу Лишнюю Из кисточки Воту с краской Берем Следующий Такой холодный Цвет Да Вот такой Вот Ближе К изумрудному Цвету Вот Тоже Моем Вот Следующий Будет Прямо Такой Вот Изумрудный Изумрудный Тоже Видите Разницу Да Сразу Холодные Цвета Пошли Вот Очень Важно Вот эту Шкалу Сначала Просто Почувствовать Цвет Сделать Да То есть Чтобы Вам Цвета Да Потом Все Холодные Цвета И Дальше Уже Будем Приступать К заданию Мазка Да То есть Как держать Кисточку Конкретно Да Как Глаз Мазок Да Как Он Должен Быть У вас Примерно Тут Идти Да То есть В какое Направление Да То есть Тоже Важный Момент Такой Каждый Для себя Конечно Потом Ну В двух Словах Скажу Да Берет Кисточку По-разному То есть Кому-то Нравится Там Подальше Кому-то Поближе Здесь В зависимости От Вашей От Вашего Ну От Вашей Мелкой Моторики Да Как бы Скажем Так От Развития Мелкой Моторики Ваших Рук И вот Тут Важно Это Понимать Вот Поэтому Отдельно Будем Говорить Так же Еще И О Мазках Вот И Что же Я предлагаю Давайте На сегодня Все Пытайтесь Сделать То Что Я вам Рассказал Обзаведите Сначала Арсенал Определенным Это Не обязательно Брать Все Что Я вам Показал Я вам Сделал Выбор Да То есть Ленинградский Дедовский И Ван Гог Вот Разница В цене В цене Я примерно Скажу Здесь Где-то Рублей 700 750 Здесь Разница Где-то Рублей 800 Можно найти До 1500 Да И здесь Конечно Разница Уже Большая 4 5 И там Выше 1000 Рублей Поэтому Это Надо Понимать Диапазон Цен Достаточно Широкий Это Не значит Что Нельзя Ничего Найти Вот И Скажем Так Не начать Писать Акварель Дорогие Друзья Ну что же До новых встреч Попытайтесь Сначала Купить Какие-то Краски Обзавестись Арсеналом И потом Начинайте Сначала С теплых Цветов Всех Всех Теплых Цветов Которые Вы Видите Своих Красках И дальше Все холодные Цвета И следующий урок Подготовим С тем Уже Да Будем начинать Делать Мазки То есть Подготовим Когда материал Будем делать Мазки Акварельные Как правильно Класть Но первая Задача Да Вы уже Поняли Нужно Класть Слева Направо Мазочек Вот Так что До новых встреч Всем желаю Удачи Федор Усачев Акварельный Гном Продолжение следует...